Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света Сегодня я снова в компании Сережи и Камилы Для тех, кто не смотрел нас вчера и позавчера, важная информация Мы с ребятами находимся в удивительном месте Это страна безопасности И здесь можно научиться простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации А еще это конкурс Для каждой команды длится 4 дня У ребят сегодня уже третий этап соревнований И я предлагаю вспомнить, о чем мы с вами говорили в предыдущие два дня В первый день мы с вами говорили о той пользе и опасности, которую таит в себе электричество Скажите мне, пожалуйста, что нельзя делать при пользовании электрическими приборами? Вспоминайте, о чем мы говорили в первый соревновательный день Сережа уже готов Пожалуйста, Сергей Приборами можно пользоваться? Что нельзя делать при пользовании электрическими приборами? Их нельзя, обливать их водой нельзя В розетку вставлять неисправно, наверняка аж, правильно? Да Электрический прибор И если чайники нету воды, то нельзя его всовывать, потому что он сгорит Совершенно верно А ножницами можно кромсать? Нет Рот Нельзя Нельзя Камил, может ты дополнишь Сережу? Нет, нельзя Нельзя Хорошо, ребят Молодцы, в целом вы все верно назвали, но я хочу для наших маленьких телезрителей напомнить еще о важности соблюдения нескольких правил Надо пользоваться только исправными электрическими приборами и только под присмотром взрослых Ни в коем случае нельзя баловаться с электрической розеткой Засовывать туда разные предметы, спицы, шпильки, ножи, вилки Это смертельно опасно Нельзя разбирать электроприборы, как бы вам не было любопытно, как это работает Не пользуйтесь электрическими приборами, сидя в ванной И ни в коем случае не трогайте руками оголенные искрящиеся электрические провода Итак, ребята, время нашего первого конкурса мы снова будем отгадывать загадки Но на этот раз слова отгадки вам необходимо составить из букв, которые я вам даю Держите, это стопочки с буквами Я буду читать загадку, а вы каждый отправляетесь к своему стенду И при помощи магнитов крепите буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово отгадка Правильный ответ здесь стоит, ребята, три фишки, правильный и быстрый А просто правильный ответ две фишки Ну что, все вам понятно? Тогда подходите каждый к своему стенду Итак, ребята, первая загадка, слушаем внимательно Рыжий зверь в печи сидит, и от злости ест дрова Целый час, а может два Ты его рукой не тронь, искусает всю ладонь Задание на скорость Друг у дружки не подсматриваем Можете буквы на полу разложить Либо поставить там, где у вас магниты лежат, чтобы было удобно, если так удобно Кто справится, говорите, я уже справился Камил, не отвлекаемся Подвигай, Сереж, влево, чтобы вместилось слово Итак, у нас уже просила говорить, я готов, Сереж? Ну я уже вижу, что ты готов Хорошо, справился быстро, справился верно Поэтому ты у нас зарабатываешь три фишки Осталось дождаться Камилу Вот я тебе Спасибо Спасибо Так, ну что, Камила, да, и ты верно составила слово Это действительно, ребята, огонь Две фишки, Камил, и в твоей копилке Вдаль к деревням, городам он идет по проводам Светлое величество Это Посмотри еще, все ли буквы правильно у тебя написаны Буква Э у нас так пишется, в эту сторону? Да Уверен? Буква Е пишется в эту сторону, а буква Э, Сережа, в другую сторону А Да, А Ну в любом случае, ты справился быстрее Исправился? Даже исправился Правильно, да, ты сам свои ошибки исправил Ты большой молодец А, я не так сделала немножко Так, смотрим за собой Я сейчас всех рассужу Сереж, ты уже получаешь три фишки Молодец Так, ну что, и Камила справилась с заданием Выложила слово, составила правильным Хорошо, Камила, хоть и позже Сережа Но справилась Присаживайся, пожалуйста И получи две фишки в свою копилку Итак, ребята, последняя загадка осталась Получайте буковки Итак, ребята, слушаем загадку Когда бензин горит отменно, его легко потушит Составляем Что тушит огонь? Так, Камила решила поднажать Включить скорость И в мгновение ока Справилась Молодец, Камила Ты отгадала правильно И Сережа, я вижу, уже тоже Составил слово отгадку Это действительно пена Снимайте буквы И присаживайтесь Итак, Камила справилась Быстрее ответила правильно Камил, тебе три фишки И две фишки Сережа за правильный ответ А мне три положила Три тебе положила Три Молодцы, ребята Вы хорошо справились с моим первым заданием И сейчас время для нашей новой встречи С нашей хорошей знакомой Экспертом по безопасности Марией Александровной Она уже вышла с нами на связь Внимание на экран Ребята, привет Здравствуйте Здравствуйте Привет Мы уже не раз обсуждали Правильное действие в ситуации Если вы заблудились в лесу Или вместе с большим количеством людей А сегодня мы обсудим Как себя вести Если потерялся на улице Ребята, как вы думаете Как надо поступать? Ребята, если вдруг потерялись на улице Что делать? Сереж? Надо остановиться на месте И если у тебя есть телефон Позвонить маме Либо папе И рассказать, где ты находишься Так А у тебя, Камил Есть вариант ответа На вопрос Дети Маши? Надо остановиться Если есть кто-нибудь В форме милиционера В форме МЧС Молодцы Вспоминайте Вспоминайте то, что было у нас вчера Как поступать, если потерялись В большом здании Давайте послушаем Тетю Машу Ребята, как только вы поняли Что потерялись Оставайтесь на месте Если у вас есть телефон Просто наберите взрослым И опишите им то место В котором находитесь Если телефона нет Или дозвониться не получилось Нужно сообщить взрослым О том, что вы потерялись Лучше всего рассказать Об этом милиционеру Взрослому, гуляющему с ребенком Или зайти в ближайший магазин И сообщить об этом продавцу Четко назовите свое имя И фамилию А также домашний адрес И телефон Ребята, чтобы не оказаться В подобной ситуации Всегда сообщайте родителям Где будете играть И не покидайте это место Не сообщив об этом родителям Помните Если на улице темнеет Надо возвращаться домой Ведь в сумерках Даже хорошо известное место Может показаться незнакомым А на сегодня это все Будьте всегда внимательны На своем жизненном пути Я желаю вам успехов И, конечно, победы Ребят, это еще не все испытания на сегодня Впереди финальный конкурс Это, ребята, тест Вы скажите, знаете, что такое тест? Да Что это такое? Это Тест Это Это когда Дается вопрос И несколько вариантов Ответа на этот вопрос И вам необходимо выбрать правильный Кстати говоря, ребята Сейчас очень многие экзамены Сдаются именно в форме теста Вам через несколько лет С этим придется столкнуться Ну а начать я предлагаю прямо сейчас Я буду читать вам вопрос А вам необходимые варианты ответа А вам необходимо поднять нужную цифру Хорошо? Так, ребята, правильный ответ Здесь будет стоить две фишки Одна фишка тому, кто справится быстрее Итак, первый вопрос И варианты ответа сразу Что надо делать, если ты потерялся в толпе? Первое Бежать, искать родителей Второе Позвонить по телефону родителям И третье Стоять на месте и громко кричать Помогите Так, вы решили, что нужно стоять и громко кричать Помогите А вот я думаю, ребята Что более точным и верным Будет ответ два Ну вы молодцы, что догадались Это действительно более верно Нужно позвонить родителям Ну поскольку вы исправились, ребята Я вам пусть не по две фишечки дам Но по одной дам За правильный ответ все-таки в итоге Хорошо? Договорились? Держите Ребят, в таком случае, да Лучше всего Звонить родителям, если есть телефон Я сначала двоечку Позвоню, потом перейду Ну, будь сразу внимательным Итак, ребят Следующий вопрос Кому лучше обращаться Если ты потерялся? Первое К милиционеру К маме с ребенком Или продавцам из магазина Второе К любому постороннему взрослому Третье К своему сверстнику Это действительно Первый вариант ответа К милиционеру К маме с ребенком Либо к продавцам Из магазина Итак Сережа справился Быстрее Верный ответ Поэтому три фишки У Сережи И две фишки У Камилы Молодцы, ребят Ну что ж И третий конкурсный день Подошел к завершению И нам осталось Сосчитать фишки Быстро это, пожалуйста Сделайте максимально быстро Как только можете Четыре Шесть Семь Восемь Девять Одиннадцать Хорошо Двенадцать Одиннадцать А у Сережи Ребят Третий конкурсный день Завершился Практически с равным счетом У Камилы Одиннадцать У Сережи Двенадцать Мы встречаемся завтра Завтра финал И финальная борьба Готовимся До встречи, ребята В стране безопасности Пока-пока Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова